Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертый стих из второй главы книги пророка Аввакума. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Эти слова о том, что праведник верой жив будет, находятся в центре иудаизма и в центре христианской веры. Это выражение стоит у истоков реформации и религиозных войн, которые начинаются в XVI веке. Молодой Лютер вдохновлялся этими словами в тот момент, когда он восстал против власти римского папы, против злоупотреблений, в частности против индульгенции. Он взял как боевое знамя это выражение «только верой», а не только делами, только верой. Об этом написано и сказано очень много и имеет смысл все это повторять. Но всегда имеет смысл по-новому прислушаться к этим словам и понять, что они означают конкретно для тебя самого. И здесь, конечно, ключевым является слово «вера». О вере ведутся бесконечные споры и люди, которые даже очень долгие годы живут религиозной жизнью, даже получили религиозное образование, иногда остаются без ответа на вопрос «А что же такое вера и в чем она состоит?». Спутанница возникает в наших умах, в частности от того, что очень часто мы путаем два разных понятия – вера и верование. Верование, которое включает в себя, в частности, и суеверие, и некоторые предрассудки, и некоторые убеждения. Действительно, спастись можно только верой. Но о какой же вере идет речь, например, в Евангелии, и что это означает в устах Христа? И уж точно никакие верования никого и никогда не спасают. И для того, чтобы понять значение этого слова, нужно обратиться к первоначальному значению этих слов в еврейском языке. В нашем языке слова «вера» и «верность» являются однокоренными. И вот это созвучие и смысловое созвучие, прежде всего, позволяет нам поближе подойти к первоначальному смыслу еврейского слова «эмуна». И в еврейском языке есть целый ряд однокоренных слов, созвучных слов, которые в нашем языке переводятся совершенно другими словами и с помощью других корней. Например, «ма-амин», что означает «верущий», одновременно означает того, кто опирается, кто может опереться на что-то. И поэтому человек, который оказывает доверие. И нам трудно представить, что слово «верить» созвучно по смыслу со словом «опираться». Слово «амен» или «аминь», хорошо нам известное, это то слово, которое служит выражением уверенности. Оно действительно означает некую определенность и уверенность, твердость. Именно поэтому этим словом заканчиваются всегда молитвы. Иногда это пытаются перевести на русский язык и говорят «да будет так». Это типичный пример того, как слово, которое изначально обозначало спокойную, твердую уверенность и утверждение, вдруг превращается в такое благочестивое пожелание. Или иногда в устах некоторых легкомысленных людей это слово вообще произносится как некое заклинание. Это является чем-то совершенно противоположным. Итак, вера представляет собой спокойную, твердую уверенность, это некая определенность, и она никак не связана с мыслями и образом мыслей, но это всегда действие. Потому что, когда мы говорим «вера», то у нас, конечно, первое, что приходит на ум, это некая конфессия, это вероисповедание, система религиозных убеждений. Но очень важно, прежде всего, связать слово «вера» с действием, для того, чтобы вера всегда была оперативной, а не просто интеллектуальной. И чтобы понять это, можно прибегнуть к такому сравнению. Если вы себе представите гонатоходца, вот такой акробат, эквилибрист, который танцует на тоненькой нити, которую никто не видит, и он как будто висит в воздухе над бездной, над пустым пространством. Он продвигается вперед, но для того, чтобы продвигаться вперед, ему нужно отпустить все, за что можно зацепиться. И если мы думаем, что ему помогает перейти по ниточке, танцевать на ней, его уверенность в том, что он такой лихач, и у него все получится, то мы ошибаемся. Совсем нет, и ему помогает совершать свои эквилибристические трюки. Ему помогает уверенность совершенно другого рода, без которой невозможно совершить следующий шаг, без которого невозможно удержать равновесие. И поэтому вера верующего человека в чем-то аналогична вот уверенности гонатоходца, который способен удержать равновесие. И именно эта вера ему и помогает совершать следующий шаг и не погибнуть. И, к сожалению, в нашем языке это совсем не является очевидным. Почему? Потому что современный человек привыкает к искусству говорить, и мы прекрасно понимаем, что за многими словами ничего не стоит. И поэтому иногда гораздо важнее обладать искусством красиво сказать о чем-то, или красиво и убедительно что-то представить, чем искусство реально что-то уметь делать своими руками. И поэтому задумайтесь над тем, что вера горняка, который добывает уголь в своей шахте, она может оказаться гораздо больше, чем вера самого красноречивого богослова. Потому что рабочий совершает свой повседневный труд, а богослов повторяет какие-то заученные догматы и чужие истины. Разумеется, невежество не может быть добродетелью, а ум и знание не являются никогда пороком, но всегда подстерегает соблазн, что в конце концов остаются только слова, которые не подкрепляются никакими делами. В действительности, в контексте верующих людей и в устах пророка, вера и дело это фактически одно и то же. Потому что всегда, когда говорится о делах, нужно понимать, что речь идет не о каких-то добрых делах или показных поступках. Всегда имеется в виду совершенно конкретная вещь. Творить, исполнять предписание закона, хранить заповеди Божии, хранить Слово Божие, угождать. Богу именно это имеется в виду как дела. И тогда это ни в коем случае не противоположно вере, и сам по себе этот лозунг «только верой или только делами» в действительности не имеет под собой никакой почвы. Итак, самое главное – это не спорить о словах. Гораздо важнее представить себе, в чем состоит твоя вера и что это меняет в твоей жизни. Прежде всего, вера – это твердая уверенность праведника в том, что он на правильном пути. Это верность, точно так же, как это супружеская верность. Это всегда, опять я хочу повторить это слово, оперативная определенность. То есть мысль, которая всегда выражается и воплощается в конкретном действии. Если это останавливается на уровне слов и мыслей, то никакие выкладки, анализы, рассуждения здесь не имеют никакого решающего значения. Умение красиво говорить о вере еще не значит, что ты действительно имеешь веру. Точно так же, как если вы прочитаете все книги о том, как нужно правильно плавать в бассейне и об истории этого спорта, в тот момент, когда вы просто окажетесь в ледяной воде, сами по себе книжки вам не помогут. Если вы не умеете плавать, то знание о нем вам не поможет. Точно так же, как знание о вере, знание о религии, оно совершенно бесплодное и ничего не меняет в жизни. До тех пор, пока по-настоящему вас не пробуждается вера и это не становится вашим деланием, вашей жизнью. И с этим мы сталкиваемся каждый раз, когда заходят споры о религии. Очень часто о религии спорят, как будто речь идет о каком-то образе мышления, о каких-то взглядах на мир. И, конечно, можно сказать, что наука давно все это объяснила, опровергла. И религия, как образ мышления, действительно является чем-то архаичным, это является пережитком и предрассудками, если ваши религии – это действительно только лишь ваши мысли. Они действительно принадлежат прошлому. Вечной, живой и актуальной религией является то, как мы действуем и как мы ведем себя в этой жизни. И поэтому, когда сегодня говорят о том, что возвращается религиозный фактор, это все достаточно сомнительно, потому что религия по-настоящему никуда не уходила и никуда она не отправлялась в ссылки. Даже если внешние проявления религии преследуются, находятся под запретом, искореняются, самое главное остается. И вот то, что остается, это и есть вера. И уже в Ветхом Завете мы видим, что это совершенно разные вещи. Одно дело – конфессионализм, когда религия – это вопрос верований, который связан с языком, с традициями народа, с культурой, с исторической реальностью. Но как только религия становится вопросом веры, она тут же становится всечеловеческой, вселенской и открытой. И, может быть, вы обращали внимание, что иногда верующий христианин гораздо имеет больше общего с верующим мусульманином, чем просто с каким-нибудь пропагандистом веры. Или православный аскет имеет много общего с монахом дзен. Не потому, что они принадлежат какой-то синкретической религии, совсем не поэтому. Они различаются по своему языку, по своим традициям, по своей культуре. Но то, что их объединяет, их объединяет вера и верность. Они как веруют, так они и живут. И поэтому есть какое-то глубинное соответствие между их убеждениями и образом жизни. Именно поэтому вера становится синонимом жизни и спасения. Надменная душа никогда не обретет покой, потому что она ищет уверенность в том, в чем уверенности никакой быть не может. Праведник обретает свою уверенность и свой покой в вере. И синоним этой веры становится имя Божие. Сам Бог становится местом покоя, уверенности, утешения верующего человека. А в истории человечества мы видим очень много насилия, вражды, конфликтов на религиозной почве. Не только в прошлом, но и в нашей реальности, в наших новостных лентах. Актеры меняются, но эта трагедия продолжается. И поэтому праведник верой своей жив будет именно верой, а не внешними верованиями, которые могут быть навязаны извне, силой или просто каким-то подавляющим большинством. Но в тот момент, когда твоя религия становится твоей собственной верой. В конечном итоге самое интересное, самое важное и самое сущностное не то, что вы думаете, что вы говорите, но кем вы являетесь по-настоящему. Не ваше мнение, но ваша вера. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.